Привет, друзья! Елена Яковлева – одна из самых узнаваемых актрис российского кино, исполнительница ярких ролей в фильмах, ставших культовыми в нашей стране. Особенную славу принесла ей роль Тани Зайцевой в «Интердевочке», сделавшая из Яковлевой настоящую звезду кинематографа. Любят зрителей детективный сериал «Каменская», в котором Яковлева сыграла главную героиню, служащую милиции. Талант Елены Алексеевны отмечен высокими званиями и многочисленными наградами, в том числе премиями «Золотой орел», «Тэфи» и «Ника». Актриса родилась в маленьком городке Новоград-Волынский 5 марта 1961 года. Ее мама Валентина Павловна работала в НИИ, отец Алексей Николаевич был военнослужащим. Семейство часто переезжало на новое место жительства, долгое время Яковлевы жили только в Нижнеудинске, Иркутская область. Лена росла хорошей дочерью, она не только помогала матери по хозяйству, но и присматривала за младшим братом. Она была уже старшеклассницей, когда отца перевели в Харьков. Девочка с раннего детства хотела стать актрисой. В давние времена ее прабабушка была крепостной актрисой, игравшей в театре своего барина. Гены талантливой родственницы теперь проявлялись в ее правнучке Елене. На школьном выпускном Лена загадывает заветное желание стать актрисой. Мечта девушки исполнилась, однако для этого пришлось хорошо потрудиться. Она подает документы в Харьковский институт культуры, но поступить туда ей не удалось. Елену оскорбил отзыв преподавателей, утверждавших, что в ней совершенно нет творческой заразительности. Она принимает решение уехать в Москву, поступить в театральный вуз. Для этого нужны деньги, и Елена два года трудится библиотекарем, картографом, комплектовщицей местного завода. В 1980 году она подает документы в ГИТИС, сдает вступительные экзамены. Эта абитуриентка наповал сразила комиссию, своей способностью создавать комические ситуации, не принять ее на учебу было просто невозможно. Для своего выступления Елена подготовила басню Крылова о вороне и лисе. Изображая ворону, будущая актриса вставала на стул, чтобы перевоплотиться в лисицу, спрыгивала на пол. Ее подвела некачественная мебель, в один прекрасный момент сидение провалилось, девушка намертво застряла в обломках. Дальше надо было читать отрывок из Толстого. Для большей реалистичности Яковлева упала на колени, высокой комиссии пришлось прослушивать ее стоя, так как девушку просто не было видно. Елену зачислили на курс Владимира Андреева. Обожали симпатичную Елену и однокурсники, она всегда была душой любой компании и находилась в центре внимания. Яковлева крутила романы направо и налево, пока не влюбилась по-настоящему. Ее возлюбленным и первым мужем стал Сергей Юлин, который учился с Леной в институте. Молодожены прожили вместе всего несколько месяцев, оказалось, что они поторопились со свадьбой. Романтические чувства угасли, начались размолвки и взаимные упреки. Яковлева поняла, что ошиблась и подала на развод. Сейчас бывший муж Елены Яковлевой делает успешную карьеру в театре, снимался в кино и получил звание заслуженного артиста России. Второй раз она проявила осторожность и не делала поспешных шагов. Уже будучи актрисой одного из московских театров, женщина начала встречаться со своим коллегой по имени Валерий, который давно испытывал к ней симпатию. Некоторое время Елена присматривалась к молодому человеку, прежде чем принять решение о совместной жизни с ним. До этого муж Елены Яковлевой уже был женат два раза. Пять лет пара прожила в гражданском браке и лишь в 1990 году официально оформила отношения. У Валерия и Елены получилась крепкая и счастливая семья, однако личной информации они с журналистами не делятся, предпочитая хранить ее в секрете. В 1992 году родился единственный ребенок Елены Яковлевой, сын Денис. В детские годы мальчик сыграл небольшую роль в кино, а после окончания средней школы получил диплом режиссера. Сын актрисы является объектом повышенного внимания журналистского сообщества. Он часто меняет род деятельности, успел побывать тренером по фитнесу, некоторое время увлекался бодибилдингом, а сейчас работает в одном из образовательных учреждений, учителем физкультуры. Денис признается, что преподавание в школе ему по душе. Внешне парень больше похож на свою знаменитую маму, чем на отца. В прессе часто мелькают фотографии Дениса с многочисленными татуировками не только на теле, но и на лице, что вызывает насмешки и негативные комментарии пользователей. Это расстраивает актрису, но сейчас парень постепенно избавляется от нательной живописи. Елена Алексеевна называет Дениса главным человеком в своей жизни и уверяет, что близкие люди способны преодолеть все возникающие между ними противоречия. В знак солидарности с сыном Яковлева тоже сделала скромное тату на спине фигуру рыбки. Это был самый красивый рисунок, который ей предложили в салоне. В 2017 году Денис женился на девушке по имени Виктория, но через пару лет развелся с ней. Причиной этого стали постоянные ссоры и отсутствие взаимопонимания. Друзья молодого человека считают, что супруги просто не были готовы к семейной жизни и поженились под влиянием эмоций. Некоторое время в семье Елены Яковлевой жила дочь Валерия от предыдущего брака и Екатерина, которая актриса относилась по-родственному и во всем поддерживала. Сейчас она работает экономистом и воспитывает сына Никиту. Несколько лет назад поклонников актрисы потрясли сообщения о том, что Елена Яковлева ушла из жизни. Эта информация не соответствовала действительности и вскоре была опровергнута. На самом деле же с Еленой произошла следующая история. На одном из спектаклей женщина почувствовала себя плохо и была госпитализирована. У нее возникли серьезные проблемы с желудком. Врачи настаивали на срочной операции и Яковлева была вынуждена согласиться. Во время хирургического вмешательства Елена пережила клиническую смерть, но медики сумели стабилизировать состояние актрисы. Вскоре она поправилась и вернулась к работе в театре и на съемочной площадке, однако это происшествие получило широкую огласку и вызвало самые невероятные слухи. У Яковлевой возникали и другие неполадки со здоровьем. Одно время ее беспокоили последствия старой травмы, а также заболевания голосовых связок. Сейчас Елена Яковлева вполне здорово и неплохо выглядит. Она не скрывает, что обращается к косметологам и пластическим хирургам, иногда прибегает к инъекционным процедурам. Елена признается, что боится возрастных изменений и хочет подольше сохранять привлекательность. Актриса внимательно следит за новинками по уходу за лицом, стараясь попробовать все современные средства. На экране женщина часто появляется крупным планом, поэтому должна выглядеть безупречно. Волнует ее избавление от лишнего веса, с этим Елена успешно справляется благодаря сбалансированному питанию и регулярным занятиям спортом. Многочисленные поклонники актрисы считают, что она по-прежнему выглядит прекрасно и делают ей массу комплиментов. Они отмечают, что в каждом возрасте есть своя прелесть и ценят в Елене не только внешнюю, но и внутреннюю красоту, харизму и гармонию. Актриса по-прежнему играет на театральной сцене и снимается в фильмах и телесериалах. В 2020 году она приняла участие в съемках киноленты «Большие надежды». Ранее на экраны вышли новые серии Склифосовского, две части фильма «Элки», «Вратарь галактики» и «Последний богатырь», где также была занята Елена Яковлева. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.